Доброе утро, дорогие уважаемые друзья! Доброе утро! С вами сегодня в студии Евгений Чурильев. Алена Чурильевна. И мне хотелось бы сообщить сегодня о начале конца света. Тише, 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 спокойнее. Давай будем спокойнее. На самом деле все довольно просто. Давай начнем. У нас сегодня в гостях. Да, у нас сегодня в гостях генеральный директор Национальной ассоциации телеобещателей Александр Широких. Доброе утро. Доброе утро. И вот по поводу конца света, ну давайте немножко сгладим. Телевизионного конца света. Да, а волнами идут отключения аналогового телевидения. То есть вот там с одной области, с другой области. И вот скоро придет и к нам. Ну скоро конкретно 3 июня произойдет отключение аналогового телевидения. Давайте попробуем разобраться и рассказать телезрителям, в чем собственно принципиальная разница. Аналоговое телевидение или все-таки цифровое? Да, спасибо. Значит, давайте попробуем разобраться и объяснить рядовому жителю Новосибирской области, что произойдет. Значит, Россия, как известно, последние 10 лет проводила программу цифровизации перевода телевидения на цифру. Что делает цифра? Цифра должна дать 20 каналов в каждый дом, 20 бесплатных каналов в каждый дом. Бесплатных? Да, история крайне важная. Значит, отключать аналоговое телевидение решили поэтапно, это решение было принято в ноябре. На сегодня завершено два этапа, 10 февраля и 15 апреля первые две волны отключены, Новосибирск область в третьей волне, в последней, наряду с еще 56 регионами России. Значит, 3 июня будет отключено аналоговое вещание федеральных каналов. Здесь важно это пояснить, речь не идет о том, что конец света не наступает для всех, конец света, по крайней мере, аналогового наступает лишь для 20 федеральных каналов, которые есть в цифре. Причина тому государство не хочет субсидировать двойное распространение федеральных каналов, нет смысла, чтобы за них платить и в аналоге, и в цифре. Значит, посему стоит оговориться, что региональные каналы, например, 49 канал, на котором мы сейчас с вами находимся, этим ранним утром прекрасным и солнечным, может продолжать вещание в аналоге, никто ему этого запрещать не делает. Единственное, что нужно убедиться, что ваш зритель не потеряет вас и найдет те каналы, которые он захочет смотреть в цифре. Хорошо. Тогда такой вопрос. Сейчас очень много людей подключаются к кабельному телевидению и так далее. Передает ли кабельное телевидение цифровой сигнал? Да. Значит, когда мы говорим о переходе на цифру, отключении аналога и все вот эти терминологии, не вводитесь в заблуждение, речь идет, конечно, о профессиональных терминах, речь идет только об эфирном телевидении. Просто мы слово эфирное пускаем, будучи профессионалами. Значит, посему все остальные среды, а именно кабельное, спутниковое и так называемый интернет или OTT среда, никакого отношения к отключению не имеют. Если зритель смотрит, абонент смотрит кабельное или спутниковое телевидение, его это отключение вообще никак не касается. Он уже получает в дом не 20 каналов, а там 200 каналов. Скорее всего, они не бесплатные, а все-таки немножко платные, и его это отключение никак не коснется. Более того, для зрителей вашего канала это наиболее предпочтенный вариант, потому что там 49 канал есть. В отличие от цифры и цифрового мультиплекса, где на сегодня, к сожалению, в том числе Национальной ассоциации телерадио-вещателей, пока историю с появлением региональных каналов в цифре продавить не удалось. Хотя мы этим активно занимаемся. Хорошо. Хорошо. У меня тогда вопрос, а что делать с обыкновенным телевизором? Вот, к примеру, сиди там. Как понять, подходит он к цифровому вещанию или нет? Да. Значит, понять, подходит он к цифровому вещанию или нет, очень просто. Первое, надо понять, какого он года. Как правило, все телевизоры старше 2002-2003 года уже автоматически... Имеет в себе вот этот цифровой ресивер, да? Имеет в себе цифровой ресивер, он же тюнер, да. Стандарт называется DVB-T2 или DVB-T2. Значит, второй вариант, наверное, самый верный, чтобы все-таки не лазить с очками вокруг телевизора и не пытаться понять, какого он года, это зайти на сайт РТРС или, соответственно, попросить сына, внука, брата и кого-то еще зайти на сайт оператора цифрового телевидения в ГУП РТРС. Они оцифровали базу данных всех телевизоров, ты вбиваешь свою модель, и он тебе говорит, поддержит твой телевизор цифровой сигнал или нет. Это, наверное, наиболее простой способ все-таки для обычного жителя. Соответственно, главное заблуждение, которое происходит уже в тех регионах, которые уже отключили аналог, да, спекуляции на тему покупок телевизора. Если вам говорят, что надо бежать покупать новый телевизор, это неправда, потому что даже если у вас телевизор старый, можно обойтись покупкой приставки, которая стоит от, ну там, должна стоить от 800 рублей. Значит, соответственно, идите в свои сети продаж электроники, не дожидайтесь 4 июня, идите сейчас, потому что 4 июня их уже там или не будет, или не останется по 799 рублей, а будут только по 1899. Поэтому, если вы не хотите остаться без сигнала или без своих любимых каналов, там, я не знаю, без Малахова, Гузеева и так далее, значит, идите сегодня и озаботьтесь о покупке приставки. Если ваш телевизор новый, никакая приставка вам не нужна, сигнал DVB-T2 поддерживает, вы сможете принимать цифру. Более того, любой современный телевизор позволяет аналоговые каналы настроить сразу после цифровых, поэтому 49 канал тоже у вас в телевизоре будет, никуда не исчезнет. Отлично. Ну вот опять же, да, я девочка и задаю тупые вопросы, честно. Вот смотрите, я включаю 4 июня телевизор, он мне не показывает, куда мне обращаться, куда мне бежать. Если у вас старый телевизор и у вас нет приставки, и 4 июня вы включили телевизор, то там у вас висит заставка синяя, такая красивая, где написано, что, к сожалению, ваш телевизор не поддерживает цифровой формат DVB-T2. Просим обратиться к оператору цифрового телевидения или в ближайший магазин электроники, где вас проконсультируют волонтеры, менеджеры магазина и так далее. Еще раз, вы на Новосибирской области, это третья волна отключения аналога, все грабли уже, так сказать, пройдены, наступлены и учтены. Потому что помимо двух официальных волн, которые были, была еще так называемая экспериментальная нулевая волна, это было 3 декабря прошлого года. В Твери, точнее в Тверской области, отключили аналог и на Тверской области протестировали, что будет. В магазинах не оказалось в нужном количестве приставок, кабельщики или, говоря по-русски, кабельные операторы начали спекулировать и пытаться оттягивать этих бабулек на себя. Еще какие-то проблемы были. Все грабли уже, еще раз, учтены. Поэтому вы в числе 57 субъектов, в которых все должно быть хорошо. Поскольку проекты государственные, им занимаются на самом верхнем уровне, наша задача теперь с вами просто сделать так, чтобы и 49 канал, тоже люди могли смотреть, чтобы он был в хорошем качестве, чтобы зритель, которому с вами утром комфортно, который привык начинать свой день с вас, мог продолжать это делать еще много-много-много лет. Хорошо. Очень важный момент, наверное, стоит все-таки подчеркнуть, о том, что в цифровое вещание входит порядка 20 каналов. Ровно 20. И они абсолютно бесплатны. Абсолютно, да. Поэтому если кто-то приходит к вам в дом, звонит в дверь и говорит, давайте мы вам подключим 20 каналов и возьмем с вас 199 рублей, не верьте, да, это шарлатаны. Цифровое телевидение в России бесплатное. И, пожалуй, нигде в мире такого нет. Во всех развитых с точки зрения телевидения странах, в Англии, в Америке, в Германии, тематические телевидения всегда платные. Только в России вы можете смотреть топ-матчи футбольные на канале Матч ТВ, вы можете развлекать своего ребенка каналом Карусель, вы можете смотреть музыкальные клипы на канале МОЗ ТВ, вы можете смотреть потрясающе смешные сериалы на СТС и ТНТ, всей семьей и так далее. Ну и в том числе все новостные основные блоки, все, что касается России, на федеральных каналах. Безусловно, да. Поэтому 20 каналов бесплатные, но еще раз, значит, наша с вами задача, чтобы зритель не потерял вас, да, 4 июня. Вас, я имею в виду, 49 канал, вас оранжевое утро. Хорошо, хорошо. Я предлагаю... Потому что телевидение, это, с моей точки зрения, телевидение – это комфорт. Конечно. Любая, например, смена ведущего, любой программы приводит к тому, что человек выходит из своей зоны комфорта, ему некомфортно. Телевидение – это не всегда очное телесмотрение, да, это иногда такое... Фоновое. Фоновое, да, когда женщина готовит или там... Ну и вообще как бы, да, это прекрасные средства от одиночества, например, и так далее. Действительно, с этим я полностью согласен. Я предлагаю немножечко отключиться ненадолго, да. Прерваться, да. Не пугайтесь, еще пока не третье число, поэтому не пугайтесь, мы немножечко приверемся на небольшой информационный блок. Поэтому не переключайтесь. Доброе утро, уважаемые друзья. Доброе. Мы сегодня продолжаем разговаривать о важном происшествии, которое произойдет 3 июня. А 3 июня произойдет отключение аналогового телевидения. И у нас сегодня в гостях генеральный и директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну и для тех, кто к нам снова подключился, только-только буквально с утра проснулся, давайте еще раз попробуем рассказать цифра, аналог, какая-то определенная большая там разница или не очень большая. Давайте начнем с того, что подкорректируем то, что произойдет 3 июня. 3 июня произойдет не отключение аналогового телевидения, а отключение аналогового вещания федеральных каналов. А, все. Ровно 20 каналов, которые входят в два цифровых мультиплекса. Все понятно. Иные каналы, которые вещают в аналоге, а их, я думаю, в Новосибирске намного больше, чем 2, 3, 4, 5, они смогут продолжать вещание, сколько они хотят. Об этом, слава богу, успел позаботиться. Значит, что касается аналога и цифры преимуществ, недостатков, всего остального, самое главное преимущество цифры в качестве картинки. Качество картинки потрясающее, качество картинки близкое к так называемому телевидению высокой четкости, когда ты получаешь удовольствие. От просмотра телевизора, а не у тебя там рассыпающаяся снегом картинка, и мы там как в детстве крутим. Пытались крутить, да? Стучали по телевизору. Да, с цифрой это все не работает, можно уже не стучать по телевизору, сигнал или есть, или нет, это и отличает цифру от аналога. Крутить уже нечего. Или да, или нет. Или единица, или ноль. Значит, второе главное, для меня все-таки, наверное, главное преимущество, это то, что каналов не 2, как во многих населенных пунктах, удаленных. В России а 20, ровно 20 у каждого зрителя России, и это была одна из основных целей федеральной церевой программы по цифровому телевещанию. Значит, отцифровать людей и дать им доступ, бесплатный доступ к 20 каналам, среди которых будут представлены все жанры. Общественно-политические, развлекательные, музыкальные, детские, спортивные и так далее. Это есть, это уже случилось, все 20 каналов запущенные в декабре прошлого года по всей Новосибирской области. Теперь просто осталось плавно отключить аналог федеральных каналов, и этот процесс бывает болезнен, но будем надеяться, что Новосибирская область учла опыт всех предыдущих регионов, которые отключались в феврале и апреле, соответственно. Хорошо. А вот такой вот вопрос. Чтобы 3 или 4 числа не увидеть людей, которые лазят по крышам, пытаются срезать вот эти вот антенны, типа вроде как отключили, все, ничего ли работать не будет, нам надо покупать вот что-то цифровое, маленькую коробочку там и так далее. То есть давайте, наверное, мы сразу расскажем, да, стоит ли это делать прям сразу или все-таки не стоит, потому что мы говорим о региональных каналах, которых у нас довольно много, и они будут продолжать спокойно показывать, то есть страшного в этом ничего не произойдет. Страшного вообще ничего не произойдет, в отключении аналога нет вообще ничего страшного. Значит, во-первых, лазить по крышам не надо. Начнем с того, что, ну, например, жители крупных городов, скорее всего, это вообще не коснется, поскольку они в большинстве своих абоненты кабельного телевидения, жители коттеджных поселков, так называемых дач и прочее, скорее всего, это их тоже не коснется, потому что у них наверняка висит спутниковая тарелка. Как следствие отключения аналога их также не касается. Соответственно, речь идет, скорее всего, о небольших населенных пунктах, а именно деревнях и там незащищенных так называемых слоях населения, да, более пожилом населении, у которых старые телевизоры, которые еле-еле принимают там один, два, три канала. Значит, в первую очередь речь идет о них. Как не оказаться обманутым и как не остаться без телевидения, ну, рецепта два. Первый, можно позвонить на горячую линию РТРС, это оператор телевидения, он един по всей России, это огромный крупный холдинг с филиалами в каждом регионе, и в том числе в Новосибирске есть филиал у РТРС. Как я понимаю, звонок абсолютно бесплатный, да? Да, звонок бесплатный, туда можно позвонить, все объяснят, у РТРС есть волонтеры, которые даже придут, подключат, помогут и скажут, что купить и так далее. Хорошо. Дальше на сайте РТРС можно проверить модель своего телевизора, поддерживает ли он цифровой сигнал или нет, и в зависимости от этого сплясать. Если поддерживает, значит, вы защищены, и вы сможете 4 июня на этом своем телевизоре, ничего для него не докупая, смотреть цифровое телевидение. Если, согласно сайту РТРС, модель телевизора является слишком старой для приема цифрового телевидения, значит, вы идете в ближайший магазин, желательно магазин, а не рынок. Вы идете в официальный магазин розничной бытовой электроники, и у консультантов спрашиваете приставку цифровую стандарта DWBT2, которая должна начинаться в цене примерно от 799 рублей. Можно, конечно, купить и за 3,5, но, в принципе, я думаю, имеет смысл требовать той цены, которая есть. То есть в рамках, в пределах тысячи вы должны вложиться, и у вас будет прекрасное цифровое телевидение, более того, и аналоговое тоже можно настроить после него. Хорошо, хорошо. Ну или просто, может быть, телевизор новый купить уже, пора бы. Еще раз, еще раз, тут важно понимать, что отключение аналога не должно приводить, как минимум, по умолчанию, то есть оно не заставляет человека менять телевизор. Можешь пойти купить, конечно, и за 15 тысяч новый телевизор, но все-таки, если такой необходимости нет, то можно пойти купить приставку за 800 рублей и быть абсолютно защищенным и готовым к 4 июня. Я бы рекомендовал жителям области не тянуть до 4 июня, потому что 4 июня или не окажутся нужной приставки в нужном ценовом диапазоне, или, там, я не знаю, не окажутся на складах или еще что-то, лучше сходить в апреле-май и не оттягивать, мне кажется, до последнего. Приготовиться заранее. Мне кажется, да. Более того, будет время немножко ее познать, прочувствовать и научиться ей пользоваться, и тогда к 4 июня вы будете самой прошаренной бабулькой, прокаченной. Да, действительно, знаете же, все нюансы. Еще, кстати, цифровое телевидение начинает работать с 4 июня, или я, допустим, могу заранее настроить эту приставку, и она уже будет работать? Как я сказал, цифровое телевидение включили в декабре прошлого года по всем поселенным пунктам все 20 каналов, поэтому цифровое телевидение можно смотреть уже, просто… То есть это два разных процесса, на самом деле, они увязаны, два разных процесса – включение цифрового телевидения и отключение аналогового. Просто между ними есть время, чтобы это не произошло, чтобы не было никаких революций или, там, паник, или, я не знаю, каких-то адских недостаточно складах, там, розничных магазинов, розничной электроники. Нормальный процесс, еще раз, во всех странах это все, это никогда не происходит без, ну, бесследно, да, конечно, история непростая. Всегда находится кто-то, кто… Есть какие-то фанаты аналога. Ну да, но есть, слава богу, что все это проверено, потому что все-таки третья волна, у нас идет отключение именно аналогового. Третья и последняя волна. Да, третья и последняя волна, поэтому уже, как бы, многое, что проверено, поэтому, дорогие друзья, не пугайтесь, все хорошо, все замечательно, достаточно просто чуть-чуть заранее подготовиться. Да, я пошутила. И теперь вот такой еще вопрос, потому что у многих, у многих абсолютно людей дома стоит, вот, например, я буду разговаривать сейчас на примере собственных родителей, собственных родственников. Ты примерно похожее устройство с электронной лучевой трубкой, я точно знаю, что оно не поддерживает цифровое телевидение. И вот здесь вот заведен такой кабель, как бы кабельное телевидение, очень много разных компаний, которые предоставляют эти услуги. Теперь смотрите, вот кабельное телевидение, оно тоже, по сути, не должно коснуться. Почему? Наверное, потому что кабельное все-таки даст и цифру, и аналог, чтобы смотреть и наши привычные, ну, например, наш любимый 49-й канал, да, но при этом еще и федеральный. Да. То есть у них все четко. Еще раз, мы начали с того, что отключение аналога не касается никаких абонентов, никаких видов телевидения, кроме эфирного. То есть речь идет только об эфирной среде. Значит, если вы или ваши родители принимаете сигнал через, являетесь абонентами или клиентами кабельного оператора или спутникового оператора, триколора, телекарты, или НТВ-плюса, или МТСа, или, если мы говорим о кабеле, вы являетесь абонентом Ростелекома, или Билайна, или Дом.ру, или Р-телекома. Их довольно много, да. Да, и наверняка у вас есть еще какие-то собственные здесь сети. Значит, если вы являетесь абонентами кого-то из перечисленных мной компаний, эта история вас не касается вообще. Вы можете и 3 июня гулять до утра, и 4, и вообще радоваться жизни, и вас вообще это не касается. Вы уже в цифре давно. Отлично, хорошо. Теперь то, что касается современной молодежи. Ну, например, вот взять уже, собственно, нас. Я очень несовременно. Мы стараемся пользоваться именно... Сейчас мы вас сделаем современный. Интернет-телевидение, так называемое IPTV. То есть то, что мне приходят через интернет, раздачу и так далее. Я смотрю каналы. То есть мы уже, наверное, сколько уже лет, наверное, 10-12 или 13, сколько знаем друг друга. Наверное, скорее всего, мы уже в цифре. Что бы я без тебя делала? Я бы вот до сих пор смотрела бы вот это правда. Я тебе и говорил. Прости с телевизором, принеси его на студию, пусть стоит себе. Просто для картинки. Вот. Так вот, IPTV это тоже не касается. Да, мы уже давным-давно в цифре. Сейчас. Тут некая каша в терминах. Значит, IPTV... Ну, интернет-телевидение, будем так говорить. Значит, смотрите, IPTV по науке это, ну, как бы в официальных терминах IPTV, это разновидность кабельного телевидения. Поэтому, если возвращаемся к предыдущему вопросу, то это, опять-таки, к отключению аналога никакого отношения не имеет. Это всего лишь означает, что в ваш сет-омбокс сзади приходит Ethernet-овский провод, а не DVB-сишный. Ну, сейчас я начну умничать, это лишнее. Значит, короче, то, о чем вы спрашивали, называется не IPTV, а называется модным нерусским словом OTT. OTT. O of the top, да. Или интернет-вещание. Ну, наверное, можно чуть попробовать его расфицировать, обозвать стримингом или интернет-вещанием. Значит, вопрос своевременный и уместный, потому что здесь, в отличие от цифрового телевидения, региональным каналам никаких препонов никто не ставит. И региональные каналы очень активно заходят с начала 2018 года, даже раньше, в самые популярные IPTV, OTT-сервисы, извините, вы меня уже сбили. Да, хорошо. Значит, тем не менее, я чувствую, что если мы продолжим, мы, наверное, совсем запутаемся в этих вот... В общем, понятно, кабельное не касается, интернет не касается. А молодежь может смотреть в OTT, да. Вот, все прошло. Мы можем назвать их пяток, чтобы просто молодежь знала, куда бечь. Значит, Яндекс запустил свой OTT-сервис, есть прекрасный новосибирский, кстати, OTT-сервис под названием PIRS. Да, есть такой, да. Есть прекрасный OTT-сервис, который называется SPB TV, но, наверное, этого достаточно. И здесь точно, если смотреть их, то точно нет никакого риска потерять 49-й канал. Хорошо. Предлагаю подытожить. Давайте, спасибо вам большое за информацию. Мне вот стало гораздо легче. С нами сегодня в гостях генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие уважаемые друзья, смотрите телевидение. Мы вас любим. Смотрите нас. Мы будем везде.